всем привет вы на канале пасян шоу меня зовут дмитрий сегодня на моем игровом столе маленькая карточная игра которая называется уютная хижина у этой игры интересная история автор этой игры марк лирам мой давнишний знакомый по настольному хобби у марка свой канал то есть мы здесь с ним коллегии канал называется маги настольных игр обязательно обратите внимание на этот канал подпишитесь ссылка будет в описании к этому видео марк интересная личность очень всеми поражает меня своей открытостью откровенностью и когда он мне предложил попробовать его собственную игру его собственного сочинения я охотно согласился но тоже стараюсь быть максимально откровенным и если бы игра мне не понравилось я бы наверно не стал записывать сегодняшнее видео а так я должен со всей ответственностью сказать что игра получилась вот я хочу вам сегодня ее показать марк эту игру продает ее можно купить я ссылку вам оставлю в описании опять же к видео где это можно сделать он явно с большой любовью к своей игре относится поэтому игры всего два варианта покупки это либо pnp версия вот как у меня у меня пнп поэтому она выше извините она у меня в протекторах будет немножко бликовать ну и вообще в принципе качество на не фонтан а вот то что марк в качестве старого варианта предлагает в очередной раз просто подчеркивает то что он с большой любовью относится к своему детищу потому что игра предлагается в премиальном каком варианте в квадратной красивой шкатулке с красивыми кубиками ну в общем обратите внимание очень любопытно интересно игра простая она в своей основной версии соревновательная но по своему духу соло игра и в принципе вот это мнение свое еще в конце видео скажу не могу сказать что игра там идеальная или там какая-то самая лучшая на свете но достаточно достаточно сильная игра и в принципе и как соло в том числе сегодня постараюсь сыграть две партии первая партия вам покажу как играть в нее в своем изначальном варианте и вторую вторую партию сыграю уже соло версию в правилах соло тоже есть я сейчас немножко себе помогу в открою правила вот онлайн правило который марк прислал для того чтобы себе подсказку про что у нас игра дело в том что игра основана на книге писателя и философа генри дэвида тора и игра книга это называется волны и жизнь в лесу и я эту книгу не читал но по сюжету этой книги я знаю смысл заключается в том что человек решил ну например вести вот такой эксперимент сможет ли он самостоятельно построить себе жилище и прожить там хотя бы там какой-то там год да вот этим мы с вами будем заниматься в этой игре у нас с вами будут природные ресурсы изначальные да это дерево глина вода и припасы и это все в игре обозначается кубиками такими да у нас в начале игры по три запаса вот каждого из этих природных ресурсов есть в конце игры мы с вами еще будем получать вот эти вот домашние ресурсы тепловая да чай и уют и считать очки мы будем с вами таким образом что мы начинаем вот с восьмерочки на восьмиграннике и у нас всего у нас будет максимум восемь раундов вот эти восемь раундов вокруг нашей хижины мы должны будем построить восемь карт и после этого закончится первая фаза игры это вот жизнь в лесу начнется вторая фаза игры которая называется жизнь в хижине и вот уже вторая фаза будет заключаться в том что мы будем передвигаться от карте к карте и тратить получаемые ресурсы и зарабатывать домашние ресурсы тепло еду чай и уют и когда у нас сложится такая ситуация что мы нам уже нечего будет тратить да мы остановимся на чем-то после этого начнется третья фаза игры это подсчет очков очки складываются из оставшихся раундов на кубике из тепла еды и чая которые дадут по одному очку за каждую единичку на кубике который мы сможем заработать и по два очка за каждую единичку уюта плюс еще 0 5 очков даст каждый непотраченный ресурс и вот два человека ну два или больше потому что на самом деле можно распечатать сколько угодно копии этой игры и соревноваться хоть в десятером кто наберет больше очков у каждого своя колода свои ресурсы своя хижина по сути дела люди играют вот раскладывать пассианс но вот в таком соревновательном режиме друг с другом с минимальным взаимодействием вернее даже с отсутствием какого-либо взаимодействия но есть дополнительные карты которые называются там вредный сосед когда вы можете один раз случайную карту убрать из колоды или вот например поменять местами локации соседу то есть как-то повлияет на соседа это дополнительные карты которые я сегодня использовать не буду а так основные карты в игре вот эти и все эти к видите их немного на самом деле эти карты имеют следующую анатомию они у нас двухсторонние да у них нет рубашки одна страна у них природная а обратная сторона внутренняя домашняя и каждый раз когда мы берем карту сверху колоды мы можем ее либо разыграть в сброс и тогда мы получаем верхний ресурс указанный здесь в данном случае мы получим плюс один припас либо мы можем эту карту повернуть на 180 градусов и проапгрейдить ее в данном случае мы ничего не получим она уйдет сброс но когда колода прокрутиться мы следующем раунде с этой карты сможем получить две воды либо мы можем повернуть карту на ее обратную сторону да не вот так проабриэдить а проабриэдить и вот так их на ее домашнюю сторону опять же в этом раунде мы ничего не получаем на В следующем раунде мы можем получить дерево. Опять же, ее можно проапгрейдить. В следующем раунде получать еще глину. Это все, что связано со сбросом. А еще карту можно не сбрасывать, а построить. Наверное, так это будет проще объяснить. В общем, как-то реализовать. Сделать лодку. Мы можем сделать лодку. Что нужно для того, чтобы сделать лодку? Нам нужно три дерева и одна глина. То есть мы тратим три дерева и одну глину. И тогда мы строим лодку. И строим мы. Это как раз выкладываем карты вокруг нашего жилища. Положить можно в любое место. В одну из восемь этих воображаемых клеток. Где нам будет лежать, не так важно. Более-менее не важно. Вы в конце поймете, что когда у нас этот механизм начнет работать, позиция карт имеет значение, но не такое уж сильное. И все. Эта карта в первой фазе игры уже не будет для нас работать. Никаких ресурсов давать. А вот когда мы уже будем жить в доме, она каждый раунд будет давать нам то, что указано здесь. В данном случае один припас. Ну и если бы мы ее проапгрейдили на печку, то она бы давала нам за дерево, давала бы нам тепло. Это уже победные очки. Вот так, в общем-то, это и работает. Из важных нюансов, которые нужно отметить, то, что если на одном из кубиков у вас вот здесь оказывается шестерка, то по правилам игры, такой императив, игра заставляет вас что-то построить. То есть у вас по сюжету появляется непреодолимое желание что-то построить или, не знаю, перенасыщение запасов, которые куда-то надо девать. Так вот, если у вас шестерка здесь, то каждая следующая карта, которая может быть построена, обязана быть построена. И зачастую это прям сильно вам портит жизнь. Это интересная такая механическая находка. Плюс еще второй императив – это то, что один раз в раунд вы обязаны хотя бы что-то построить. Нельзя, чтобы у вас закончилась вся колода, и за этот раунд вы ничего не построили. Нет, обязательно один раз в раунд вы обязаны что-то построить. И обычно это вот так вот обозначается. То есть вы кубик с раундом перемещаете непосредственно на свою хижину, ну и тем самым напоминаете себе, что, да, действительно, вы что-то строили в этом раунде. Ну и последнее ограничение заключается в том, что если вы сделали апгрейд на домашнюю сторону, вы уже не имеете права вернуться на природную. И если вы проапгрейдили домашнюю сторону, вы уже не можете вернуться на ее базовую сторону. Когда вы построите, вы ее перевернете, но вот обратно для того, чтобы получать вот этот ресурс, вы уже перевернуть ее не сможете. Ну, может быть, немножко путанно объясняю, но вы поймете в процессе игры. Итак, как происходит подготовка? Вы выкладываете три кубика, четыре кубика на сторону с тройками, проверяете, что у вас все карты находятся на их природной стороне, перемешиваете колоду и начинаете играть. В общем-то, подготовка максимально элементарная. У вас, вы можете держать колоду в руке, можете положить ее вот сюда. Я заранее извиняюсь, мне здесь немножко некрасиво, потому что руки-крюки, как мог вырезать, вырезал. Мне еще в свое оправдание могу сказать, что мне досталась черновая версия PNP-файла. Там не было направляющих, чтобы вырезать. Сейчас там все у Марка по красоте. Ему помогли люди, которые занимаются именно версткой. И там сейчас все хорошо. Итак, начинаем. Можете держать в руке, можете положить сюда. Вы берете эту карту в руку и видите следующее. Подсматривать дальше уже не имеете права. А эту карту можете рассматривать со всех сторон. Вот здесь у нас холмы, которые будут давать нам глину. В процессе, если мы ее построим. Прямо сейчас можем получить глину, если отправим сброс. Можем проапгрейдить. В следующем раунде будет давать нам воду. А можем проапгрейдить на эту сторону. И тогда... Ну, сейчас мы ничего не получим. Впоследствии сможем получать глину. А если построим купальню, то за воду купальня будет давать нам тепло. В принципе, неплохой уж план. Не такой уж плохой план. Прямо сейчас получить глину. Либо впоследствии тоже получать глину. Либо построить... Давайте так и сделаем. Я просто проапгрейдил ее на купальню. Ну, вот такое у меня сегодня настроение. Дальше. Смотрите. Есть дожди, которые теоретически, если мы ее прямо сейчас вот сюда выложим. То есть мы будем собирать дождевую воду. Такое нехитрое устройство. Оно будет давать нам в процессе, когда мы уже будем жить в этой хижине, будет давать нам воду. За воду мы будем... Мы потом построим купальню, да? И у нас будет из воды получаться тепло. Красота? Красота. Будем купаться, греться. Супер. В принципе, это даже звучит как план. На обратной стороне посуда, которая за глину будет давать нам еду. Тоже хорошо. Но давайте все-таки... Дожди так дожди. Все. Я построил вот это дождевое... Устройство, которое собирает дождевую воду. Я с помощью кубика обозначу себе, что я что-то в этом раунде уже построил. То есть вот этот вот императив я выполнил. Но за дожди я должен заплатить два дерева и две глины. Здесь у меня один осталось. И здесь один осталось. Ну, нормально. Лес. Пока просто лес будет давать дерево. Но здесь за припасы можно будет получать еду. Это если мы сковородку сделаем. Пока не хочу. Дерево у меня тут на исходе. Поэтому давайте просто дерево получим. Получили. Колодец. Прямо сейчас даст припасы. Впоследствии будет давать воду. Вода вроде как бы есть уже. Вот на обратной стороне. Интересно. Будем получать победные очки. Уют. Но для этого нужно будет еще как-то делать чай. Не знаю. Можно сейчас припасы получить. Либо проапгрейдить на воду. Либо проапгрейдить вот здесь на дерево. Давайте мы пока просто получим припасы. Не знаю. Вот так хочу. Так. Купальня. Надо запомнить, что для купальни надо будет две воды, два дерева и глину. Да. Две воды, два дерева и глина. Пока вроде все есть. Карьер. Будет давать нам глину. На обратной стороне. За припасы чай. Так. Еще раз. Купальня. Завод дает тепло. А здесь за припасы чай. А прямо сейчас глина. Давайте глину получим. Глина тут кончилась. Получим глину. Но вообще план хороший. Потому что. Вот грядки, например, будут давать припасы. Да. Если мы их построим. За припасы чай. А за чай можно будет, кстати, там еще уют получать. С этой стороны у нас, кстати, за тепло. Победные очки. А вот это вообще хорошо. Помните, у нас там купальня. Которая будет давать тепло. А это тепло мы с помощью лампы сможем. Ну, то есть, искупались. И потом пошли, посидели возле лампы. И прямо уютно. Ты такой чистый. И светло. В общем, красота. Поэтому, возможно, есть смысл сделать вот такой апгрейд на лампу. Нацелиться, чтобы ее потом построить. Грядка. Прямо сейчас. Ой, лодка. Лодка, кстати, дает припас. А здесь за дерево тепло. Но тепло мы уже получаем. Это печка, если, да. Поэтому прямо сейчас. Или вот так проапгрейдить на воду. А вот так глина. Давайте проапгрейдим на воду. Вот так. Окей. Фруктовый сад. Тоже дает припасы. А так стол. Который за еду будет давать уют. А прямо сейчас просто припас. А вот так вот два дерева. Давайте вот так проапгрейдим на дерево. Пусть будет давать два дерева. Так. Озеро тоже дает воду. А на этой стороне чай. Вот там чай где-то был. Но чай за дерево. Чай за дерево. А вот так просто воду. Давайте сейчас просто воду получим. Вот так. Четыре. Достаточно хаотично. Я не могу сказать, что я какой-то спец в этой игре. Сыграл там партии 10, наверное. Может быть. Ну да. Где-то так. Что-то понял. Как мне показалось. Но тут от удачи тоже зависит. Хотя нет. От удачи может быть только некоторые первые партии. Дальше эта стратегия появляется. И очень даже ощутимая. Игра непростая. Так. Штукатурка. Тоже дает тепло. Вроде не надо. А вот так цветник. Прямо сейчас. А потом два дерева. Давайте тоже на дерево проапгрейдим. Может быть я тут перебор у меня уже. Поленница. О. Чайник за воду дает чай. А вот так просто дерево. Нет. Сейчас я дерево не хочу. И апгрейдить не хочу. Давайте я вот на чайничек ее проапгрейдю. И вот сюда положу берег пруда. Буду давать глину. Либо опять же за воду кастрюлька будет давать еду. Ну правильно. Налили. Вскипятили. Покидали. Сварили. Получили еду. А вот так прямо в воду. А вот так глину. Так. Берег пруда. Давать глину. Я сделаю апгрейд. Вот так. На глину. И все. И на этом раунд заканчивается. Я переворачиваю этот кубик на семерку. Кладу вот сюда. Обозначаю, что у меня начинается новый раунд. И мы эту колоду не перемешиваем. Как она была, так и осталась. Тоже достаточно любопытно. Потому что мы знаем, что мы сыграли последнее. И это же будет первая карта. И вот прямо сейчас я ее играю и получаю две глины. В этом тоже можно делать какую-то стратегию. Но я пока еще не умею. Припас. Чайник. Вода. Давайте. Почему бы нет? Давайте чайник. Мы первым делом в нашем доме взяли и изготовили себе чайник. За три воды, один припас и одно дерево. Так, с деревом что-то... А, ну все нормально. Потому что дальше у меня цветник, который два дерева дает. На той стороне штукатурка. Нет, ну отлично. Два дерева есть. Озеро, которое прямо сейчас даст воду. Это хорошо. На обратной стороне плита, которая, кстати, добыть до вача мне не нужен. Все, воду получили. Так, фруктовый сад дает два дерева. На обратной стороне стол, который за еду будет давать победные очки. Это круто. Дерево мне прямо сейчас не очень-то прям надо. Поэтому, возможно, я это сделаю... Опасно то, что если я сделаю вот такой апгрейд, то это все. С этой карты я уже ничего сделать могу. Она просто будет стабильно мне давать два припаса. До тех пор, пока я ее не построю. Рискованно. Поэтому, возможно, нет смысла прямо сейчас торопиться. Давайте я получу два дерева прямо сейчас. На пятерочку. Рискованно. Пять – это рискованно. Там плюс один – и все. Буду вынужден что-нибудь строить. А это не всегда хорошо. Так. Две воды с лодки. Либо построить печь, которая будет давать тепло. На этом не нужно. Просто две воды получаю. Так. Ресурсов предостаточно. Более чем. Ага. Лампа, которая за тепло будет давать победные очки. Это надо построить. Строю. Давайте вот сюда. Лампочку. Так. Два дерева. Глина, вода и припасы. Два дерева. Глина. Вода и припасы. Так. Кубик уже здесь лежит. Строить можно сколько угодно в раунд. Не обязательно только одну. Так. Карьер. Прямо сейчас глина. Либо потом за... Иду чай. Это не нужно. Ну, просто возьмем глину. Прямо сейчас. Не есть. Колодец. Прямо сейчас припас. Это хорошо. Либо впоследствии за чай. А, это книги. Вот это хорошо, кстати. Давайте проапгрейдим. Два запаса. Дерево, глина и вода. Это у меня все есть, кстати. Это можно построить уже в следующем раунде. За воду чай. За чай уют. Красота. Красота. Так. Лес. Сковородка будет за припасы давать еду. Ну, не знаю. Здесь купали тепло. Вот это я хотел построить, да? Так. Давайте сейчас мы получаем дерево. Дальше. Вот здесь. Сейчас получить глину. Ничего страшного. Либо построить купальню. Но тогда я потрачу две воды, два дерева и глину. И мне не хватит на книги. Дерево. А нет, хватит. Слушайте, мне хватит и на то, и на другое. Может быть, так и сделать? Давайте построим купальню. Вот сюда. Как-нибудь вот так. Почему бы нет? Две воды, два дерева и глина. Две воды, два дерева и глина. Начинается новый раунд. Да, здесь у нас шестерочка. Этот лес мы просто превращаем в дерево. Вот эти книжки мы строим вот сюда. И мы на это тратим два припаса. Одно дерево. Одну глину. И два припаса. Вода, дерево. Вот так вот, по-моему, да? Так, извиняюсь, если я что-то тут перепутал. Думаю, что ничего страшного, если ошибся. Тут есть, кстати, такой нюанс, что иногда путаешься. Но это уже личная невнимательность. Обозначим, что мы строили. Карьер. Так, в этом раунде уже, наверное, ничего строить не надо. Но надо подумать на будущее. Давайте посмотрим, что у нас тут получается. Вода. Из воды чай. Из чая уйдет. Хорошо. Вода, которой нет. То есть нам нужна будет еще вода. Ну, то есть некий ресурс, который будет давать воду постоянно. Надеюсь, что у меня там что-то еще осталось. Которое будет давать тепло. А вот тепло будет конвертироваться в победные очки. Давайте, кстати, может быть, вот сюда ее и положим. А сюда что-нибудь вводное. И у меня будет еще два, две какие-то карты, которые будут что-то генерить потихонечку. Карьер. Сухие травы. Сухие травы за припасы дают в чай. Пока просто глина, либо на будущее вода. Давайте проапгрейдим на воду. Прямо сейчас две воды, либо впоследствии печь, которая будет давать тепло. Да, давайте получать две воды. Есть. Это хорошо. Так, прямо сейчас два дерева. Либо впоследствии что-то, что будет давать победные очки за еду. Ну, генерить еду мне, наверное, не получится уже. Поэтому, да. А вот припасы. Как бы мне получить припасы? Может быть, мне проапгрейдить ее на припасы? Потому что дерево вроде пока есть. Давайте я проапгрейдю ее на припасы. Ну, верну ее обратно. Наверное, так правильно. Вот. Озеро. Озеро мне очень нужно будет построить каким-то образом. Ай-яй-яй. А вот припасиков у меня и не будет для этого. Но озеро мне нужно, чтобы получать воду. Прямо сейчас я могу получить воду. Еще одну. На будущее плита, которая за дерево будет давать чай. Нет, мне это не нужно. Получаю воду сейчас. Дальше. Здесь два дерева. Либо штукатурка. Ну, нет. Нет. Просто получим два дерева сейчас. А знаете что? Я, наверное, сделаю апгрейд на вот этот припас. Да. И пока так установимся. Здесь я вынужден сделать небольшую паузу, потому что я допустил ошибку. Обратно переворачивать карты нельзя. То есть обратный апгрейд невозможен. Это ошибка. И эту ошибку я буду совершать еще несколько раз на протяжении этой партии. Следующий. И если это будет происходить, вы увидите вот такой значок. Знаете, что так делать нельзя. Других ошибок вроде бы нет. Я в свое оправдание должен сказать, что просто не было такого пункта в правилах от Марка. И Марк этот пункт добавил уже после того, как посмотрел вот это видео. Поэтому отчасти я чувствую себя даже немного причастным к тому, что игра обретет вот такие свои финальные правила. Что у меня здесь? О, кастрюлька, которая будет давать еду за воду. Но я прямо сейчас сделаю апгрейд на вот эту сторону. Это как рискованно, но ничего страшного. Раунд закончился. Я ставлю себе пятерку за это. Потому что вот какой план. Да, кастрюлечка дает мне два припаса. Цветничок дает мне один припас. Озеро я строю, чтобы получить себе воду. Вот сюда. Красота. За две воды два припаса. Тут мало всего осталось, но ничего. Так, теперь надо подготовиться на будущее. Что-нибудь. Фруктовый сад будет давать припас. Здесь лодка, которая будет давать припас. А здесь за еду. Победные очки. Нет, это мне не надо. Так. Прямо сейчас. Просто припас. Подождите. Озеро я построил. Обозначим. Получаем припас. Второй. Есть. Здесь прямо сейчас две воды. И это хорошо. Стало три. Еще две воды. А так, в принципе, карьер будет давать мне просто глину. А на этой стороне за припасы чай. Ну, по-хорошему, конечно, я бы мог построить фруктовый сад, а потом построить вот это, это будет сложно. Но можно. Который за припас будет давать чай. Да, наверное, это план. То есть, проапгрейдить прямо сейчас вот так на сухие травы. Наверное, да. Окей. И лес, который прямо сейчас будет давать дерево. А здесь за припасы еду. Да. Просто получим дерево прямо сейчас. Три. Меняем на четверочку. И погнали. Еще одно дерево не есть. Сухие травы построить это можно. Для этого мы тратим три дерева, одну глину и одну воду. И обозначим, что мы строили в этом раунде. Теперь. Вот мне нужна будет эта лодка. Чтобы уже здесь. Для этого мне нужно будет три дерева и глину. И вот сейчас это нужно как-то раздобыть. То есть, сейчас я просто сбрасываю. Получаю две воды. Четыре. Это я переворачиваю вот сюда. И все. На следующий раунд я деревом обеспечен. Ой. Не прямо сейчас, а в следующем раунде. Пока просто проапгрейдил. Здесь цветничок дает мне один запас. Здесь кастрюля даст мне еще... Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. Я отыграю назад. Я вот так вот делаю апгрейд. И здесь я... Ну, сбрасываю. Я обязан ее сбросить. Иначе мне придется строить эту кастрюльку. Сбрасываю и получаю два ресурса. Там была двойка, кстати, да? Стало четыре. По-моему, вот так. Окей. Следующий раунд. Три. Начинается новый раунд. Я получаю еще два припаса. И я столкнулся с ситуацией, когда следующую карту я обязан построить. Но, слава богу, я не могу это сделать. Потому что здесь мне нужно две глины, две воды. У меня нет две глины. Поэтому в данном случае я могу этого не делать. И я ее сбрасываю. И получаю два дерева. Опять же, следующую карту я обязан построить. Но эту карту я построю с удовольствием. Это фруктовый сад, который за три воды и один запас. И на этом заканчивается фаза. Потому что как только у вас восемь карт, все остальные вы сбрасываете. И начинаете фазу жизнь в хижине. Вы начинаете с любой карты. Ну, в моем случае логично начать с этой карты. Итак, мы получаем одну воду. Было один, стало два. За воду мы получаем чай. Было два, стало один. Здесь было ноль, стало один. Здесь за чай мы получаем победное очко. Чай уходит. Победное очко, ну, уют, приходит. Хорошо. Здесь мы получаем припас. Но тут же тратим его, чтобы получить один чай. Здесь мы получаем воду. Но тут же тратим ее, чтобы получить одно тепло. Но тут же тратим его, чтобы получить себе еще один уют. Красота. И все начинается снова. Вода. Вода тратится на чай. Чай тратится на победное очко. Здесь припас. Припас тратится на чай. Вода на тепло. Тепло на победное очко. Четыре. Вода на чай. Чай на победное очко. Пять. Я называю победное очко уют. Здесь еще один чай. Три. И здесь. Вода. Тепло. И уют. И все. Как только вы достигаете шестерки на одном из значений здесь, игра заканчивается. И вы начинаете подсчитывать очки. По-моему, я очень неплохо сыграл. Мне так показалось. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Смотрите. Здесь у нас три. Плюс три. Это шесть. Вот эта шестерка умножается на два. Потому что уют дает два очка. Каждый. Двенадцать плюс шесть. Это, кстати, восемнадцать. И здесь у меня десять очков. Да. Но здесь мы делим пополам. Пять. Восемнадцать плюс пять. Двадцать три. Не так много я наиграл в эту игру, чтобы понять, хороший это результат или нет. Но, по-моему, неплохой. И вот так вы играете с другим человеком по соседству. И сравниваете, у кого лучший результат. В правилах есть режим. Такой соло-режим пассиансного типа. Который заключается в том, что перед началом игры эти же карты или такой же набор карт. Перед началом игры вы перемешиваете так, чтобы у вас карты получились в перемешку. Какие-то на природной стороне, какие-то на стороне домашней. И после этого случайным образом эти карты раскладываете. И вы должны будете впоследствии повторить тот же самый рисунок. Даже если эта хижина окажется нерабочей. Просто должен сложиться будет такой же пассианс. В идеале, конечно, лучше вот эту картину с одним набором выложить в стороне и с другим набором выкладывать такой же. Но я на самом деле, у меня распечатана только одна версия. Поэтому я, ну то есть есть вариант разложить, сфотографировать и попытаться его повторить. У меня другой вариант сегодня. Потому что у Марка есть партия, записанная на его канале. Где он в этом режиме играет. И он предложил мне попробовать вот из той партии разложить такой же рисунок. Не помню, получилось у него там или нет. Я попробую. Почему бы нет? Ну челлендж, есть челлендж. Вот у меня на телефоне тот же самый рисунок повторен. Вам может быть будет не очень хорошо видно. Фруктовый сад, цветник, купальня, берег пруда, поленица, карьер, лампа и книги. В принципе, все достаточно логично. Карты у нас распределяются по правилам. То есть все на природной стороне. Мы начинаем как обычно. Ну и должны будем повторить этот рисунок. По тем же правилам каждый раунд мы обязаны хотя бы что-нибудь построить. Итак, погнали. Погнали. Озеро. Нам нужно озеро? Нет, озеро нам не нужно. Плита. Плита нам тоже не нужна. Поэтому прямо сейчас мы просто получаем одну воду. Четыре. Дальше. Дожди. Дожди нам не нужны. Посуда, по-моему, тоже. Да. Поэтому прямо сейчас можно получить воду, либо проапгрейдить. Давайте просто воду получим. Есть. Холмы. Холмы тоже не нужны. Купальня нужна будет. Поэтому можно проапгрейдить ее сразу, чтобы в следующем раунде ее построить. Лодка. Лодка не нужна. Печь, по-моему, тоже не нужна. Нет. Прямо сейчас можно получить припас. Есть. Четыре. Лес. Лес не нужен. Сковородка тоже не нужна. Поэтому прямо сейчас получаем дерево. Четыре. Так, подождите. Нам же что-то построить надо. Так, грядки. Грядок тоже нет. А вот лампа будет нужна. Проапгрейдить прямо сейчас или получить воду? Вода мне тоже не нужна. Давайте проапгрейдим. Проапгрейдили. О, фруктовый сад. Он есть. Он должен быть построен вот здесь. Три воды и запас. Хорошо. Все. Построили. Обозначили, что мы это построили. Три воды. Три воды и припас. Есть. Хорошо. Берег пруда тоже нужен. Но стоит ли торопиться? Вот в чем вопрос. Там идет сейчас две воды, дерево и припас. Так. А тут еще поленица. Поленица тоже нужна. Два дерева, вода и припас. Вот. Мне поленица больше нравится. Поэтому мы сейчас берег пруда кладем. Получаем третью воду. А поленицу строим. Поленица у нас должна быть здесь. И поленица обходится нам в два дерева, в одну воду и в один припас. Цветник тоже будет нужен. Две воды и две глины. Но пока не будем торопиться. Просто припас. Карьер тоже нужен. Три глины и вода. Но мы сейчас просто глину получим. Четыре. Колодец. Колодец, колодец. Дай воды напиться. И это нам не нужна. А с этой стороны книги. А вот книги нам будут нужны. То есть либо сейчас один запас, либо на потом. Давайте проапгрейдим ее. Так. Все. Раунд закончен. Начинается седьмой. Теперь. Книги. Мы просто дерево получаем. Троечка. Карьер. Мы строим. И мы его строим вот сюда. За три глины. Один. И одну воду. Один. Обозначаем, что строительство произошло в этом раунде. Цветник. Две воды и глины. У нас запасов нет. Поэтому просто получаем припас. Четыре. Берег пруда нужен. Две воды и дерево. Две воды и запасы. Но мы просто воду сейчас возьмем. За двоечку. А так в принципе можно будет построить. Так. Вот лампа. Два дерева. Глина. Вода и запас. Припас. Давайте сделаем это. Да. Лампа у нас будет здесь. Два дерева. Глина. Вода и припас. Рискованно. Но ладно. Лес. Все. Надо накапливать. Дерево. Кстати, надо будет, если что... Ну да. Лес нам не нужен. Сковородка не нужна. Ладно. Получаем дерево просто. Два. Дальше. Лодка. Лодка не нужна. Печка не нужна. Просто получаем припас. Четыре. Купальня будет нужна. Поэтому глина. Просто глина. Один. Дождики не нужны. Посуда не нужна. Поэтому просто вода. Два. Озеро. Не нужно. Плита не нужна. Давайте проапгрейдим. Вот так. Все. Раунд закончен. Начинается шесть втрой. Мы тут же озеро вот сюда и две глины получаем. Это три. Дождики нам не нужны. Мы получаем воду. Купальня нам нужна. Две воды, два дерева и глина. Построить что ли? Рискнем. Строим. Две воды. Два дерева и глина. Одна глина. Вот так. И строительство произошло. Лодка не нужна. Печь не нужна. Просто один запас. Либо проапгрейдить на воду. Да, пожалуй. Лес не нужен. Сковородка вроде не нужна. Просто дерево. Есть. Берег пруда нужен. Но. Две воды, дерево и запас. Это хорошо. Это хорошо. Цветник. Две воды и две глины. Это уж хорошо. Так, 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 так. Но рискованно. Поэтому просто вода. Сейчас. Просто запас. Сейчас. И книги нам нужны будут. Два запаса. Дерево. Глина. А, нет. Просто дерево берем. Просто дерево. Так. Есть. Пятый раунд. Ну, в смысле пятерочка. Здесь. За два запаса. Одно дерево. Глину и воду. Строить книги мы не будем. Просто получим себе дерево. А вот цветник за две воды и две глины. Либо берег пруда. За две воды. И дерево и запас. Наверное, вот это лучше. Давайте-ка мы пока цветник не строим. Просто запас получаем. И мы обязаны его сейчас строить. Но, слава богу, это нам не мешает. Мы берег пруда сюда кладем. Две воды. Дно дерева. Два. И один запас. Пять. Так. Строительство произошло. Так. У меня остался цветник и книги. Вот цветник и книги тоже там. Для цветника две воды и две глины. Да. То есть. Просто дерево. Это три. Вот здесь две воды. Да. И здесь еще одна вода. Либо проапгрейдить на... Запас мне не нужен. Ну, давайте. Просто один дождик. Три. И здесь просто две глины. Четыре. Так. На этом закончился раунд. Начинается четвертый. Получать сейчас две глины мне невыгодно. Поэтому я просто переворачиваю ее на ее противоположную сторону. Это озеро. Озеро мне не нужно. Здесь дождь. Спасибо. Давайте дождь. Четыре. Лодка мне не нужна. Поэтому две воды. Либо апгрейд. Вода мне тоже не нужна. Поэтому... Вот так вот апгрейд. Апгрейд. Лес мне не нужен. Я просто получаю дерево на четыре. Цветник мне нужен. Две воды и две глины. Есть. Ах ты ж, блин. А мне потом книги из чего-то строить. Два запаса. Два дерева. Глина и вода. А, слушайте, все нормально. Фу. Получилось. Итак, я строю цветник за две воды. А, куда я положил-то? Цветник у меня вот здесь. Две воды и две глины. Двоечка. Книга. Я строю книги за два запаса. Три. За дерево. Три. За глину. Один. И за воду. Красота. Сложилась. Марк, у меня получилось. Я надеюсь, я тут ничего не поломал. Я потом пересмотрю. Если что, пересниму. Вернее, нет. Я не буду переснимать. Если я ошибся, ну, я просто извиняюсь. Так-то, в принципе, я думаю, в любом случае, принцип вы поняли. Можно теперь запустить все это, как оно работает. Вот. А так, если друг с другом соревноваться, можно посоревноваться, кто за меньшее количество раундов сделает. Или больше очков вот здесь получит. И так далее. Есть еще у Марка, в правилах написано, что вы можете искусственно регулировать сложность. А сложность регулируется количеством домашних карт в финальной раскладке. Вот здесь у меня раз, два, три домашние карты, да, из восьми. И это получается достаточно легкий вариант. Четыре уже сложнее. Ну и там шесть это уже очень сложно. Вот так, дамы и господа, уважаемые зрители канала Пассиан Шоу. Такая вот игра от Марка. Называется Уютная хижина. Обратите внимание. Я, в принципе, остался доволен. Мне понравился игровой процесс. Он действительно уютный. Мне прям... Я прям кайфую от... Вот этой фазы получения ресурсов домашних. Как это все работает. Прикольно. Мне понравилось. Оформление Марка отчасти использовал там искусственный интеллект. Я ничего против не имею. Свои какие-то рекомендации и мнения я Марку высказал. Лично. Я лично считаю, что по большому счету эту игру можно было оставить чисто соло. Потому что как такового взаимодействия с игроком другим никакого нет. Но за исключением вот этих карт, промо-карт, которые называются Вредный сосед, которые мешают. Но это все выглядит как небольшой такой искусственный попытка добавить взаимодействие в игру. А так получается, что один раскладывает свою игру, другой игрок раскладывает свою игру. И можно соревноваться даже... Ну, там, сегодня один сыграл, завтра другой. Там по почте можно соревноваться. А так, по сути дела, это соло-игра. Ну, Марка свое видение. Ему хочется, чтобы это была соревновательная игра. И имеет право на жизнь такое мнение. В остальном игра получилась неплохая. Очень неплохая. Я к себе очень требовательный, критичный. И стараюсь к своим друзьям и знакомым быть максимально требовательным и критичным. Поэтому не умею распыляться какими-то эпитетами. Но могу сказать, что как минимум игра неплохая, достойная очень игра. С чем я, Марка, и поздравляю. Обратите внимание, по-моему, рублей 300 стоит ПНП-версия этой игры. Поэтому это не такие прям серьезные деньги. Порадуйте и Марка. Приобретите себе такую игру, попробуйте. Вот. Возможно, вам понравится. И мне, и Марку будет приятно. А на этом у меня сегодня все. Играйте в настольные игры. С вами был Дмитрий и канал Пассиан Шоу. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!